Накануне на базе управления Государственного комитета судебных экспертиз Побресской области состоялась интеллектуальная игра, посвященная Году мира и созидания. За звание самого эрудированного боролось 8 команд из числа экспертов и работников ведомства. Мероприятие такого формата, объединившее людей с логикой, эрудицией и смекалкой, проходит второй раз, но уже сегодня можно сказать, что оно бесспорно нашло отклик у представителей Государственного комитета судебных экспертиз Побресской области. Интеллектуальная игра проводится в экспертной ведомстве уже второй раз, можно сказать, приобретает статус традиционного мероприятия. Ежегодно участвуют в мероприятии 8 команд, 7 команд от областного управления и 1 команда от Бресского межрайонного управления, всего более 40 участников. Тематику игры стараемся проводить таким образом, чтобы это совпадало с годом, который проводится у нас в Беларуси. Так как это год мира и созидания, и игра посвящена данному году, вопросы, соответственно, по Беларуси в большинстве случаев. Касается разнообразных сфер деятельности. Как болельщики помогли именитой спортсменке Дарьи Домрачевой, какой обязательный атрибут согласно традиции кубринщины должен присутствовать на одежде свахи, что за необычный памятник расположен у здания Музея истории и культуры Новополоцка. На эти и другие вопросы отвечали участники в ходе интеллектуальной игры. И результат не заставил себя долго ждать. По эмоциям и овациям уже было понятно, кто дал правильные ответы на вопросы. Но, как и всегда, за победами стоит колоссальный труд. Каждая команда готовилась усиленно. Я уверена, что наша команда очень сильная. Все ребята-профессионалы не только в своей деятельности, но еще очень интеллектуально развиты. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в данной игре второй раз, для того, чтобы объединить людей, показать их таланты, раскрыть их, и вообще хорошо провести время. У нас в управлении технических экспертиз хороший руководитель, который знает потенциал каждого человека. Соответственно, он со своими заместителями начальника управления предложил кандидатуру, в результате чего мы собирались вместе, обсуждали, какие могут быть вопросы, просто хорошо проведили время, смеялись, веселились, тем самым настраивались на хорошую игру. Люди, работающие в экспертном ведомстве, обладают познаниями не только в сфере судебно-экспертной деятельности, всестороннее развитие, интерес к знаниям и новому дополняют профессиональный образ. Потому все команды на протяжении всей игры демонстрировали логику и эрудицию, отвечая на самые сложные вопросы. Данные мероприятия, они хороши для проверки интеллектуального уровня и эрудиции каждого как отдельно взятого участника, так и команды в целом. Также эти мероприятия, такие качества, как эрудиция и интеллектуальный уровень, это немаловажные основы для любого судебного эксперта. Ну и, конечно же, такие мероприятия помогают сплачивать коллектив и также развивать дружбу. Уже после первого раунда определился лидер, занявший по итогам игры первое место. Это команда «Экспертное мнение». Второе же место у команды «Киберкирпич», ну а третье – за командой «Патриоты». «Киберкирпич»